Сейчас вы узнаете, как и когда появились первые электронные сигареты, как менялись поколения вейпов, почему и как они стали популярны у российских школьников, а также реальные последствия, которые сможет найти у себя абсолютно каждый, кто парит электронки. Есть поговорка «все, что нас не убивает, делает нас сильнее». На самом деле она должна звучать по-другому. Все, что нас убивает, пришло из Китая. Китай, который стал настоящим отцом электронных сигарет, был Хон Лик. Сам он начал курить лет 18 и сметал по 2, а то и по 3 пачки в день. Позже он поступил в университет и получил образование фармацевта. Хон решает, что надо бросать, ведь мало ли вдруг это вредно. Он пробует никотиновые пластыри, уменьшает количество сигарет, но ничего не помогает, и он продолжает шагить пачками. Позднее у его папы обнаруживают рак легких, и тут Хон понимает, что его может ожидать то же самое. Воодушевившись желанием наконец-то бросить курить, он начал разрабатывать новое устройство, которое стало бы безопасной альтернативой сигарет. Он взял наработки из прошлого века и просто довел их до конца. В изначальной версии 1963 года, конечно, не подразумевалось наличие никотина, и Хон решает его добавить. Наверное, переживал, что никто не купит его устройство. И вот он отлил корпус, вставил в него батарейку, к ней подвел нагревательный элемент с небольшой емкостью для жижи и дополнил все чипом, чтобы устройство запускалось, когда человек присасывался к трубке и вдыхал аэрозоль. Один в один, как современная одноразка. Ну и на другом конце сделал лампочку, которая загоралась при курении. Отлично! Добавил, так сказать, стиля, мол, зацените мои китайские пацаны, это почти как обычная сишка. Так в 2004 году появилась первая электронная сигарета, которая называлась Руян. И хоть по структуре она была очень похожа на современную одноразку, она имела несколько минусов. Во-первых, никаких вкусовых разнообразий тогда не было, только суровый вкус табачного листа. Во-вторых, это не долгосрочность, было всего лишь 400 затяжек без возможности дозарядки. И в-третьих, первые партии электронных сигарет были достаточно дорогими, и они обладали маленькой мощностью, и никаких клубов дыма от них тогда не было. Но несмотря на это, они успешно разошлись по всему Китаю. Люди, конечно, не бросили сигареты, но были рады попробовать что-то новое, а кто-то действительно смог меньше курить, иногда заменяя обычные сигареты электронными. В 2006 году начали появляться картриджные системы, они были гораздо удобнее, и с ними начали появляться первые вкусы. В 2007 году электронные сигареты начали потихоньку расползаться по всему странному миру, в частности в США и Европу. А в 2008 году родилось второе поколение электронных сигарет, которые уже можно было заряжать и заправлять. Егошки. Топовая Егошка пришла с Али... Нет, с Кирбастер, по-моему так, да. Но резкий взрыв популярности тогда не произошел. Рекламные компании и маркетологи ссылались на то, что электронки безопаснее сигарет, мол, это новая никотиновая терапия, и ВОЗ рекомендует. Ну и ВОЗ выкатили постановление, где написали, что «Электронки — это мусор, и все, кто говорит про них добрые вещи, тоже мусор, и мы не хотим иметь с этими людьми ничего общего». После этого постановления в мире вейпа ненадолго наступило затишье, пока не появился он. «Тоже мне! Сравни свою пукалку с моей волыной!» Именно они — механизированные моды или мехмоды. Маленькие батареечки сменились на мужицкие аккумуляторы, и девайс действительно начал иметь вес в руке. Эта модель помогла курильщикам получать настоящее удовольствие. Мехмоды основаны на очень простом процессе работы, и именно это отличает их от электронных устройств. Это довольно простой бокс или труба с элементом питания, кнопкой включения и коннектором для подсоединения атомайзера. Одним словом, корпус, аккумулятором и кнопкой, и принципиально в них нет никакой электроники, все только механическое, отсюда, собственно, и название. При нажатии на кнопку батарея подает ток на спираль напрямую, это позволяло использовать весь ее потенциал, ведь никаких буферов и защит нет. Мощности стало в разы больше, как и дыма. Все детали можно заменить, подчеркнув свой опыт и индивидуальность, и они буквально начали взрывать мир вейпов. Из-за отсутствия защиты в случае короткого замыкания аккумулятор перегрывался, а в некоторых случаях даже... ...взрывался. А если у вас модель без дырочек в корпусе, мощность взрыва вообще может стать как у ручной гранаты. Вам по локоть оторвет руку. Все случаи взрывов аккумуляторов происходили из-за неправильного обращения людьми с ними. Я с оружием нормально обращаюсь. Кто-то носил их в сумке рядом с ключами и мелочью. Кто-то неправильно подбирал детали для самого мехмода. Например, вставили слишком короткие атомайзеры, он тупо не достал до батареи. Вот вам и короткое замыкание. Кто-то вообще нажимал на кнопку, когда аккумулятор вставлен, а атомайзер нет. Ну и кому-то было просто жалко денег на хорошие аккумы, и они покупали дешевые на маркетплейсах. Мехмоды не очень подходили обычным людям, но именно они дали толчок всей вейп-индустрии. На будущих моделях вейпов стали появляться защиты от коротких замыканий, что позволило засунуть в них еще больше аккумуляторов и увеличить мощность. Так родилось третье поколение вейпов. Бокс-моды. Четыре камеры, блядь, четыре. Нахуя тебе четыре камеры, объясни мне, пожалуйста. Это был 2015 год. Тогда вейпы начали набирать популярность в России. Появились первые вейп-шопы, и на улицах все чаще происходило примерно это. Видишь, как мне хорошо, как я хорошо выгляжу. Кто лучше выгляжет, то он сигареты, либо я с этой хуйней. Мне вот это нравится очень. И как мы все помним, из-за того, что эта культура пришла к нам с запада, у нас в России ее приняли не совсем радушно, и заклеймили всех пользователей электронных сигарет петухами. Ведь тогда главным аргументом было исследование англичан, в котором они написали, что вейп на 95% безопаснее. И потребители электронных сигарет подстебывали обычных курильщиков, и наоборот. Постепенно культура начала приживаться. С вейпами в руках появлялось все больше блогеров, появлялись вейп-бары, а также мероприятия соревновательного типа. Электронные сигареты постепенно вливались в молодежную культуру. И вот в 2016 году первые вейпы появляются у российских школьников. Я тогда учился в 6 классе, и до сих пор помню, как сурово старшеклассники обращались с теми младшими, у кого находили вейпы. И, оглядываясь назад, я считаю, что они были правы, и надо было жестче воспитывать младшее поколение. Я уверен, абсолютно у каждой школы есть такое место, где собирались ребята покурить после занятий. В 2016 году большинство старшеклассников курило обычные сигареты, и в их рядах постепенно начали появляться парни с вейпами. И старшики тогда еще пытались переубедить своих сверстников. Естественно, подобные разговоры слышали и мы, младшеклассники, и у нас рос интерес к этой теме. Многим было интересно попробовать электронные сигареты, и находились старшие, которые угощали. Прошло пару месяцев, и некоторые старшеклассники нашли очевидное преимущество вейпов. Ведь они же не смердят, как сигареты, так зачем тогда выходить на улицу, ведь есть школьные туалеты. Именно благодаря этому преимуществу вейпы начали еще больше распространяться среди старшеклассников. В туалетах стало довольно людно на перемене, и они вдруг перестали смердить и обрели приятный запах фруктов и ягод. Именно в это время первые вейпы начали появляться и у младших классов. Я хорошо помню, у 10-11 классов были более-менее хорошие электронные сигареты, по типу бокс-модов. У 9-х же классов были мехмоды и айджасты. У младших же классов были тогда те электронки, которые было проще всего достать. Это были Егошки, и стоили они тогда чуть меньше 1000 рублей. Прошло еще пару месяцев, и ребята с Егошками начали совершать раковые ошибки. Они начали курить их в присутствии тех старшеклассников, которые все еще оставались переверженцами обычных сигарет. Естественно, в лучшем случае это заканчивалось словесным предупреждением. Но как чаще было именно у нас, электронки в подобных ситуациях благополучно отжимались. Все, если ты высказывал свое негодование, тебе отвешивали подщечины, поджопники и подзатыльники. К сожалению, такое воспитание больше навредило самим старшеклассникам, ведь в их числе были и те, кто до этого момента никогда не курил. Но как только в руках появлялся халявный вейп, возникали и мысли. Слышь, Кутуз, я помню, у нас такая у егеря была, так он после тяжек начал розовые футболки носить. Ага, ага, я, блять, ну так-то после одной, наверное, ничего не будет. Некоторых именно так и затянуло. А те ребята, которые курили обычные сигареты, либо передаривали отжатые электронки, либо продавали. Именно так начали появляться барахолки. В то время это были группы ВКонтакте, именно там можно было легко приобрести БУ электронную сигарету. До этого младшеклассникам приходилось вылавливать и запрягать алкашей, чтобы те за небольшое вознаграждение купили им товары вейп-шопе. Но теперь появилась возможность самостоятельно договариваться о цене и приобретать электронки. И паспорт у тебя при этом никто не попросит. Старшеклассники же загорелись с жаждой наживы и с радостью продавали вейпы на барахолках. Были даже и те, кто специально искал на барахолке именно мелких. При встрече просто забирал у них деньги и уходил, а вейп оставлял себе. Ну как бы и что он сделает, пойдет нажалуется? Из-за барахолок вейпы стало приобрести гораздо проще. Они даже стали превращаться в некую валюту среди школьников. Как вы все помните, 2017 год был годом оффников. И тогда приходилось пояснять вообще за все. И если не выходило, то ты получал по лицу, а иногда даже вставал на счетчик. У нас во дворе еще ни одного вейпера не было. Я его у Толика взял. И что бы не будешь, блин. У Толика, значит. А Толику сколько лет? Да Толик ее уже несколько лет парит, ему ничего нет. И что, что Толик парит? А ты, тебе нравится это курить? Нравится в ротик брать что-то длинное, продолговатое? Мое возьмешь, а? Ты говоришь, ты че ебнулся? И частенько долг можно было отдать либо деньгами, либо здоровьем, либо вейпом. Я думаю, у многих в памяти остались подобные истории, произошедшие либо с вами, либо с кем-то из ваших знакомых. В это золотое время вейпы приобретали еще большую популярность. Многие стали отказываться от сигарет, а молодежь наоборот начинала употреблять никотин из-за электронок. Все угощали друг друга разными жижами, покупали более новые девайсы и обменивались опытом. В то время некоторые делали и самозамесы, получая новые вкусы. К сожалению, именно в 2017 году вейпы полностью врослись в нашу культуру и одурманили нас. Многие из моих знакомых, в том числе и я, тогда начали парить, и у меня получилось бросить только год назад. Начиная с 2017 года, вейпы очень хорошо держали рынок электронных сигарет в России. Но примерно в 2019 году до нас дошел предшественник одноразок Джул. Я буду делать обзор на под Джул. Тупая, сраная пизда. Джул обрел безумную популярность в США еще в 2015 году, а в 2018 году он уже занимал 70% от всего рынка электронных сигарет штатов. Как вы помните, первое поколение электронок делали похожими на обычные сигареты. Они были тонкими и длинными. Они будто бы кричали, смотрите, мы те же сигареты, только лучше. Да, собственно, за этим их и изобрели. В общем-то, они просто имитировали размер и форму обычных сигарет. Второе и третье поколение электронок расширили функционал. Было много разных моделей, каждая из которых имела свои плюсы и минусы, и каждому приходилось искать что-то именно для себя. У всех поколений электронных сигарет не было главного стиля. Просто посмотрите, как выглядит Джул, да он же больше походит на какое-то высокотехнологичное устройство, чем на сигарету. Многие ассоциировали его с айфоном среди электронок. В общем, стиль и масштабная рекламная кампания позволили Джулу на несколько лет стать настоящим королем в мире электронок. У нас в России Джул и его аналоги обрели популярность в 2019 году. Я тогда учился в 10 классе и помню, что у меня тогда был свой Джул. Мы с парнями парили на переменах в школьных туалетах. И если вдруг туда врывался кто-то из учителей, Джул можно было спокойно примагнитить к железной перегородке. Естественно, в карманах ничего не было и у учителя уходил, а мы позже забирали наше устройство. Во всем мире Джул подвергался многочисленным санкциям из-за своего успеха и окончательно утратил свою популярность во время пандемии COVID-19. Картриджи для него стали редкостью и росли в цене, и все в итоге забыли о нем. Летом 2020 года в табачных магазинах рядом с кальянами на полочках начали появляться разноцветные свистки, на которых было написано HQD. Я уверен, у всех была похожая история, как вы впервые их попробовали. Скорее всего, увидели у кого-то из своих знакомых, спросили, что это за фигня, а после того, как услышали цену в 300 рублей, пошли докупили. Затем, скорее всего, захотелось попробовать и другие вкусы, и что-то как-то это все затянулось и по сегодняшний день. Постепенно одноразки обрели популярность, все больше блогеров начали снимать про них видео, они все чаще появлялись на стримах, сейчас они есть даже в продуктовых магазинах. И я думаю, все производители прекрасно понимают, кто их основная целевая аудитория. Вот так, ребятки, это HQD? Вы все это могли видеть в ТикТоке. Поэтому все эти устройства яркие, красивые, и можно догадаться, на кого они рассчитаны. Для детишек же? Я. Ведь вряд ли вы встретите 46-летнего дальнобойщика Антона в курилке на автобазе с этим розовым писюном. Вообще-то твой спирается мне в зад. Так что, мне отойти? Ни в коем случае. А вот увидеть эти устройства у школьников сейчас в порядке вещей. Никто уже не удивляется. Да и сами школьники уже не боятся замечаний. Раньше хотя бы уходили в определенные места для курения, а теперь курят их вообще везде. Я думаю, что уже сейчас электронки курит каждый второй школьник. Мало того, скорее всего, ты считаешь, что никаких последствий после электронок не будет. Ведь, чё такого, стаж же небольшой, всего пару лет. В любой момент возьму да брошу. Ну что ж, поднимайся с дивана. Прямо сейчас я покажу тебе последствия твоего легкомысля. Включи фонарик на своем телефоне и посвети на свое горло перед зеркалом. Наверное, ты увидел там вот это. Облегчу твои постки в интернете, это называется фарингит. И чаще он суботрофический. Все потому, что твою слизистую пересушила. И теперь эти гранулки с тобой надолго. Кстати, не замечал в последние годы, что у тебя как-то стало многовато соплей. Да и болеть ты почему-то стал чаще чем-то наподобие простуды. Из-за электронных сигарет у людей развивается астма. Это отмечено не только в клинических исследованиях, но и среди участников многих форумов. Вот вы видите график, на что чаще всего жалуются люди. И тройка лидеров это обезвоживание, астма и фарингит. А простуда только на четвертом месте. А не задавался ли ты вопросом, почему это я такой худой? А попробуй бросить, и твое тело вернет тебе пару килограммчиков. И ты перестанешь ощущать эту постоянную подавленность и усталость. Многие думают, это напрямую никак не связано с электронками. Просто когда ты не паришь, ты пытаешься заткнуть свой рот чем-то другим продолговатым. Например, морковью. Однако это не так и действительно после отказа от электронок тебе вернется пара килограмм. А бросить не так уж и просто. Поверь, производители добавили все самое нужное в состав, чтобы ты дня не смог протянуть без одноразок. Наверное, ты пытался бросить, но в первый же день уже кусал локти от сильного желания покурить. Да, вот так, представляешь, оказывается от них что-то будет. При этом я даже не говорил про легкие, ведь настоящие последствия курения вейпа всплывут только лет через 20, когда мы начнем стареть. Вейпы определенно повлияли на поколение, но пока что непонятно как именно. Это станет известно только в ближайшем будущем. Но уже сейчас представители власти прекрасно понимают, что электронки могут пагубно сказаться на здоровье людей. Как вы скорее всего заметили, яркие, пестрые сосалки стали меньше попадаться нам на глаза. Да, чтобы не раскаиваться перед дядей в погонах, дистрибьюторам пришлось убрать свою продукцию под ширмы, в стеллажи. Точно таким же способом осуществляется продажа сигарет в любых супермаркетах. Это связано с рядом поправок, которые произошли в законодательстве год назад. Самое главное изменение это отнесение электродудок в разряд никотин-содержащей продукции. Само собой не всей. Правило, о которых далее пойдет речь, распространяется на электронки с содержанием никотина менее 1 мг, как я понял. Так вот, из интересного. Теперь на электронные сигареты, как и на другую никотин-содержащую продукцию, распространяются правила минимальной цены. В данной новостной статье написано, что это сделано для того, чтобы несмышленные юнцы на карманные деньги, которые дают им родители, не смогли позволить себе вейп, ашквидишку и так далее. А что, красавцы? Поднимают деловую активность в стране, и школьникам теперь приходится идти работать ради заветной тяжечки. Как мы поняли, правила реализации электронных сигарет очень близки к другой никотин-содержащей продукции и табачным изделиям. Но что еще из интересного могу отметить, это запрет на рекламу никотин-содержащей продукции. Так что, джульчик и айджастик, можете не связываться со мной, коллаборация у нас вряд ли получится. Плюс ко всему, обломался мой гениальный бизнес-план по установлению вендингового аппарата с электронками. Несмотря на все запреты, связанные с вейпами и одноразками, их до сих пор довольно-таки просто купить. Даже если ты подросток, у тебя все равно остаются способы приобрести любимую дуделку, и в ближайшие годы их вряд ли полностью отменят. А что касается моего отношения к этому явлению, как я уже говорил, я бросил эту вредную привычку, чего и вам советую. Спасибо за просмотр, оценивайте ролик, смотрите другие наши видео, подписывайтесь, всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok